Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как провести одностороннюю заточку на точилке кадет. Если же у вас угол затачиваемого инструмента не превышает 28,5 градусов, то можно воспользоваться обычными зажимами. Если же вам необходим угол заточки выше этого градуса, то уже можно воспользоваться малым универсальным столиком. О том, как пользоваться малым универсальным столиком, ссылка будет в углу экрана. Но сегодня мы будем затачивать традиционный японский нож киридаши. Данный экземпляр, конечно, не является японским. Если мы углубимся в историю, то ножи киридаши традиционно японцы использовали у себя в быту. Это был обычный бытовой нож, которыми выполнялись различные функции. Разделка каких-то твердых материалов, кожи, ну а также дерева. Соответственно, ножи киридаши имели абсолютно разную форму, а также угол заточки. Ножи киридаши по размеру немного меньше, чем обычный сапожный нож. Если мы говорим о японских традиционных киридаши, то их делали из японских сталей, как айогами, широгами или же различный японский дамаск. Сейчас такие ножи делают большинство современных ножеделов и применяют практически все современные стали. Наш же нож выполнен из стали АУС-8, порядка 55-56 единиц порог его. И именно по этой причине мы его не будем точить в спуски, которые заданы у нас изначально. Нож не имеет сейчас никакой заточки, это заготовка и режущая кромка у него сейчас отсутствует, то есть здесь абсолютно тупое лезвие. Мы его будем точить в 30 градусов, тем самым создадим еще ему подвод. То есть будет у нас как спуск. Спуск сейчас я померил порядка 7-8 градусов примерно. Мы переместили оба зажима на одну сторону для того, чтобы нам было удобно зажать ножки киридаши за рукоятку. Зажимать его необходимо таким образом, чтобы его прямой участок, то есть плейн был параллелен рамке. Во время зажатия обратите внимание, чтобы не было расстояния между губкой и клинком, чтобы губки плотно прилегали к ножу. Для заточки мы будем использовать камни баррайт серии Т2 и работать будем с жидкостью баррелюб. Прежде чем начать выставление угла, нам необходимо выставить компенсатор толщины абразива. Зажимаем наш камень и устанавливаем его обратно. После чего упираем его в нож, обнуляем угломер на нашем держителе и устанавливаем на площадку для электронного угломера. После чего опускаем рамку максимально вниз. В нашем случае мы выставили максимальный угол заточки, который составляет 30 градусов и зафиксировали сзади винтом. Также напомню, что при односторонней заточке угол на сторону и будет являться общим. Добавляем жидкость баррелюб на наш камень. Сейчас установлен 150 и приступаем к обдирке. Из-за того, что нам металла снимать нужно достаточно много, поэтому я лучше возьму алмазный камень с трехслойным напылением. Для того, чтобы угол заточки у нас сохранился, опять выставляем компенсатор, устанавливаем наш камень и приступаем к обдирке. Закончили с формированием подвода на нашем ноже, вышли на заусенец и переходим на камни баррель серии Т2. Установили 220 и будем уменьшать уже риску. Также не забываем про компенсатор толщины абразива. Зоусенец с обратной стороны мы сейчас трогать не будем, убирать мы его будем уже ближе к концу. Сейчас убираем швам. Зоусенец у нас стал еще больше, переворачиваем нож и сейчас руками буквально на минимальный угол на зерно его убираем. Все, можно вернуть обратно, буквально два движения. Устанавливаем следующий камень, это у нас будет 600 баррель Т2 и все то же самое. И сейчас последний камень это баррель Т2-1200. Я не прохожу всем сетом, так как обрабатанная площадь у нас довольно-таки маленькая и камни работают очень быстро. Также не забывайте для того, чтобы не завалить кончик, мы его можем придерживать пальцем. Ну а после того, как мы закончили, можно перевернуть и приступить к снятию сгусенца. Также выдерживаем минимальный угол и на зерно срезаем заусенец. Буквально одним движением. Затем снова переворачиваем. Также легким движением еще раз с этой стороны. Перевернули. И так пару раз. После заточки по желанию, конечно же, можно довести на доске для правки с кожей, используя пасту, либо же просто на чистой коже. По итогу мы получили ровную одностороннюю заточку. Как видите, подвод у нас только с одной стороны. Давайте проведем тест. Кожа. Газета. Как вы видите, односторонняя заточка без проблем возможна на точилке Кадет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА